Первое это направление административно-политической децентрализации, второе это бюджетно-финансовая децентрализация и третье это гуманитарная децентрализация. То есть мы взяли за основу все три основополагающие направления, по которым, по которым, по сути дела, в обществе есть различные подходы, учитывая историческое прошлое наших территорий Украины, учитывая экономическое развитие, социальную проблематику и отношение к тем или иным гуманитарным проблемам. Что мы подразумеваем под административно-политической децентрализацией? Ну, во-первых, это расширение полномочий регионального местного самоуправления на базе прямых выборов, начиная от сельских поселковых советов до глав районов и областей. Это им надо предоставить право, они должны избирать своих руководителей. Во-вторых, это безусловное право громад проводить местные референдумы по любым вопросам, которые относятся к сфере полномочий соответствующих местных советов. То есть развитие прямой демократии надо предоставить. Запрет в Донецке и Луганске это делать привел к тому, что использовали не убеждение, не здравый смысл, а нажали на спусковой крючок. Чем это заканчивается, мы все это с вами видим. Естественно, при временном сохранении института президентства, пока, если, так скажем, и эту версию принимать, ну, те администрации, которые подчинены президенту, они должны функционально изменить свои задачи и, может быть, использовать в том числе и типа префектур, как это во Франции. А в перспективе мы, естественно, предлагаем ликвидировать пост президента и это подтверждает нынешняя ситуация в Украине, что позиция Компартии на протяжении последних 15 лет была правильной. Эти префектуры, если их так можно было бы назвать, они не должны иметь никакого права вмешиваться в деятельность местных органов самоуправления и исполнительных структур на местах. И в четвертых, если говорить о административно-политической, то мы, естественно, понимаем, что это и тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы уже в новом качестве рассмотреть идею федерализации страны. То, что сегодня происходит, мы с вами видим, и это надо исключать, потому что у нас получается, что планы пришли в власти, одни в Киеве, другие, допустим, в Днепропетровске, армии частные создают. Вы обратили внимание, уже такому не понравилось решение юриста или ответственного заведующего отделом горсовета по тем или иным вопросам. Вызвали, похитили его, вывезли куда угодно, что хотят, кто и в порядке. Вы поднимите пятилетние давности мои все выступления и мои публикации, вы это там прочитаете. Еще и Лаврова министром не было, я об этом говорил. Я откровенно призывал всех думать о будущем Украины. Я откровенно предлагал схемы и механизмы, которые надо было задействовать, чтобы в Украине не было беды. Обо всем этом я давно говорил. И поэтому нет никакой необходимости. Это попытка сегодня политических жуликов, используя механизмы захвата сегодня информационного пространства, ведения информационной войны против украинского народа, попытаться вот таким образом представить. Почему вы тогда пять лет со мной не вели эту дискуссию? И на трибуне Верховной Рады, вы видели, ведь со мной не вели дискуссию, а кулаками пытались заставить меня изменить мои взгляды и подходы к тому, что я предлагаю с трибуны Верховной Рады. Ну тогда кулаками они пытались это все сделать, а сегодня они от кулаков перешли к тому, что убивают граждан Украины. Сегодня я хочу поставить вопрос, а кто все-таки из политиков ответит перед украинской матерью, за что погиб сын на Донбассе? Кто ответит за это? Я надеюсь, и уважаемые коллеги журналисты, я обращаюсь. Не делайте этого, когда вам навязывают вот эти ложные посылы о том, что там коммунист Симоненко повторяет то, что сказал Лавров. Лавров сегодня повторяет то, что предупреждал, говорил для Украины коммунист Симоненко лет 5, 6, а то и 10 лет назад. А они, анализируя конкретную ситуацию уже, тоже понимают. А, кстати, вы обратите внимание, ведь Западная Европа сегодня поддержала коммунистов. Ведь все то, что написано в Минских соглашениях, то, что подписали, это ведь коммунисты предлагали не вчера и не позавчера. Вы говорите о том, что я повторяю то, что сказал Лавров, а чего вы тогда меня не критикуете, то, что я, оказывается, повторяю то, что говорит Европа. Это ведь тоже правда тогда, если судить по вашей логике. Но я в этом логике не вижу, я вижу только схему, по которой пытается сегодня максимально из компартии сделать внутреннего врага, чтобы перенаправить вот протестный весь электорат и протестное настроение у наших граждан на внутреннего врага компартию. Если говорить о присутствии, то не желают, чтобы у нас война закончилась. Я предлагаю украинской владе наступное. Отвечайте указ про АТО, отвечайте войска и сядьте за круглый стул переговоров. Тогда всем сразу станет очевидным, где, какие войска и кто мает. Шановные, я еще раз хочу вас, вашу увагу, привернуть. Я последовательно позицию проводжу против войны. И когда такая критская проблема появилась, я 22 лютого 2014 года в Верховной Раде категорично выступил за те, что нужно лететь терміново в Крим, сядьте за стил переговоров и решить мирным шагом все проблемы Криму, надающи широкую автономию, враховывая и досвид 1992 года, когда в Криму была та широкая автономия, когда там был и президент, и так далее. Это не для меня, это зупините войну. А когда ведут разговоры те, кто, с якої стороны, то я еще раз нагадую, когда принималось решение про АТО, про АТО, никто не говорил про присутствие российских войск на Донбассе. Я вам нагадую, это начало квитня, и никаких разговоров про присутствие российских войск на Донбассе не было. Субтитры создавал DimaTorzok